Низкая самооценка Лучшее вложение – это вложение в себя Или новое «я» в отражении Поможет привести свою физическую форму в идеальное состояние Как создать себя заново Стоит только попробовать начать, и тело само все остальное уже доработает и доведет И укрепить физическую форму В основном это силовые и высокоинтенсивные тренировки кардио Стремление к себе Заниматься спортом, делать зарядку Желаемый результат Представляет собой интенсивное занятие Спектр крутых направлений Разнообразие огромное Смотрите прямо сейчас Мне кажется, очень важно заниматься физической формой Это в первую очередь для себя Следить за своим здоровьем Я занимаюсь дедой и самбо Мне помогает это поддерживать свою физическую форму и состояние Каждый день тренировки По две тренировки в день Конечно, это очень сильно помогает Очень хорошо себя чувствую каждый день Стараюсь за собой следить Хожу в парк на турники Какие-то пробежки вечером В детстве я занималась плаванием Это помогает для укрепления спины Также, чтобы не было сколиоза Ну и всякое такое Просто укрепление тела Также после тренировки я люблю делать массаж И специальным массажером И сама этим увлекаюсь И другим тоже делаю Вот Еще ходила где-то два года, наверное, на растяжку На йогу Тоже все для укрепления мышц Мне нужно 100% побегать хоть один раз в день Чтобы организм пришел в себя Вот это взять тонус легкости То есть, ну, как-то физическая нагрузка для организма, я считаю Хороший такой толчок Проснуться даже просто Привести себя в порядок Сегодня в стране развивается более 130 видов спорта Известно, что физическая активность – лучший стимулятор для насыщения мозга кислородом И выработки эндорфинов, которые поднимают настроение За счет движения начинает лучше работать мышление Человек становится более трудоспособным и уравновешенным Идея оставаться сидеть на месте Лишь закрепощает мыслительные процессы Меняет мировоззрение и самооценку Можно ходить по комнате, катать по полу шарик Или вообще выйти на прогулку и подумать в неформальной обстановке Уже считается Сместила фокус своего внимания как раз-таки на физическую нагрузку На занятия в спортзале По статистике, более 2,5 миллионов белорусов Систематически занимаются физической культурой и спортом Более 27% от общей численности населения К молодежи относится почти 18% населения Беларуси А это более полутора миллиона человек К сожалению, немногие из молодежи относятся к своему здоровью как к великой ценности Свойственны интернет-зависимость, отсутствие двигательной активности, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, курение, иногда даже наркотические вещества, что неизбежно приводит к разрушению здоровья организма Современные подростки ведут малоподвижный образ жизни Это связано с большим количеством заданий и уроков и тем, что свободное время они в основном проводят за компьютером или в телефоне Частая ситуация, с которой сталкивается современность, также страх Перед тем, как выглядят в глазах окружающих, как ощущают себя в своем теле Это также можно отнести к низкой самооценке Когда зумер неактивен, его внутренняя уверенность постепенно начинает гаснуть Окружающий мир становится серым, в том числе от того, что организм не вырабатывает нужного гормона радости от однообразного образа жизни Конечно же, тут и тело, как инструмент, не будет в порядке Естественно, это все сказывается на самооценке И когда они приходят к психологу, психолог рекомендует наряду с психотерапией Включить еще и физические нагрузки, занятия, например, в спортзале или где им больше всего самим понравится Таким образом, у них есть цель, у них есть целеполагание, которое можно прописать Можно его спрогнозировать и потихонечку довести до логического заключения Плюс, чаще всего в спортзалы не ходят ни одни, точнее, одни они вообще никогда не ходят Это всегда приятная компания, все вместе ребята занимаются, общаются Что способствует положительным эмоциям, увеличению эндорфином, получению гормона счастья Таким образом, постепенно закрепляется От непонимания, как правильно начать и что же делать Не всегда безопасно заниматься своим здоровьем самостоятельно Лучше обратиться к специалисту Чтобы была составлена правильно программа В помощь человек, который комплексно подходит к вопросу проблемы пациента Используя его внутренние физические ресурсы, пластичность и обучаемость мозга В Беларуси большой спрос на таких экспертов Если мы возьмем определение здоровья по Уставу Всемирной Организации Здравоохранения То здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия А не только отсутствия болезней и физических дефектов Физическое здоровье является результатом огромной регулярной физической активности Ну, конечно же, и правильного питания, и отдыха Поэтому очень многие говорят, что здоровый образ жизни вести сложно, да? Что это какие-то ограничения, дискомфорт Но на самом деле оно не так Нужно просто придерживаться каких-то определенных правил Как правило, такой врач проводит обследование, выдает заключения и рекомендации А также организует профилактику возможных травм С его помощью можно быть уверенным, с чем стоит начинать работу, а что лучше исключить Если есть какие-то болезни, травмы, то очень важна физическая активность Сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что если взять молодежь, да? То это малоподвижный образ жизни, который, в принципе, ведет к чему? Гиподинамии Очень много детей, у которых есть проблемы с позвоночником, с суставами, с мышцами, физическая вялость Чтобы держать свое тело в хорошей форме, важно подобрать подходящий рацион Например, 20 на 80 Принцип прост Большая часть – правильное питание, меньшее – неправильное Основа – это соблюдение КБЖУ Не стоит забывать о норме калорий, которая рассчитывается индивидуально на каждого человека Единственно верный вариант здесь – есть все, но не превышать планку на день Питание, даже если человек физически активен, но кушает и то, что ему придется То, соответственно, не будет физического здоровья Или оно будет в период молодой, а потом рано или поздно все равно оно уйдет С истинного пути просто потому, что основа – это питание, это наш ресурс Если человек не соблюдает белки, жиры, углеводы, у него идет перекос в какую-то сторону Чаще всего это в простые углеводы, это какие-то печенюшки, булочки, сладости, это фастфуд То, соответственно, организм рано или поздно ресурс свой исчерпает и начнет болеть Всего несколько дней нездоровой или здоровой пищи могут изменить ваш метаболизм Небольшое исследование среди 12 молодых здоровых мужчин показало, что употребление в пищу только вредной еды в течение пяти дней Приводило к снижению способностей их мышц превращать глюкозу в энергию Хотя в рамках исследования они не употребляли больше калорий Результат, говорит, сам за себя Со своим организмом нужно дружить, заботиться о нем Крайне обязательно изучить, прежде чем что-то начинать Это и орехи, это масла, особенно те масла, которые сыродавленные Не только подсолнечное масло, и оливковое, и миндальное, и так далее Это нужное количество клетчатки в рационе То есть, когда человек питается, овощи должны быть практически в каждый прием пищи С помощью питания можно поддержать себя в ресурсе и быть физически активной в любом возрасте И, скажем так, это будет основой вашего здоровья не только физического, но и эмоционального У вас будут силы на все За питанием необходима и физическая нагрузка Начать заниматься собой можно с малого Подойдет даже просто ваше тело Поможет привести свою физическую форму в идеальное состояние В Бобруське обширный перечень спортинвентаря Начиная от простых гантелей или мячей для банально простой зарядки дома До тяжелых грузов, которые также самостоятельно можно применить для своих физических изменений В нашем торговом объекте представлен широкий ассортимент спорттоваров На которые проходят акции в зависимости от сезона В частности, пользуются особым спросом у молодежи Самокаты, скейты, велосипеды, батуты разных размеров, гантели и гири Хула-хупы, скакалки, гимнастические коврики и многое другое Что подойдет для занятий спортом как дома, так и на свежем воздухе К слову, статистика опрошенных показала Более трех тысяч белорусов занимаются дома и в два раза меньше от числа на улице Это те люди, которые приобретают для себя данные товары в отделе спорта В летний сезон пользуются спросом товара для плавания Надувные матрасы, круги, шапочки, ласты, маски подводные Для семейного отдыха все больше выбирают товары для активного времяпопровождения Бадминтон, разнообразные мячи, любой другой спортинвентарь Для тех, кто предпочитает занятия с тренером, подойдут как новое направление города, так и всем привычный стандарт Спортзал В любом случае без нагрузки на мышцы организм будет слабым и уставшим Альтернативой залу могут также стать пешие прогулки и физический труд В комплексе общих стараний над собой, своим внешним и внутренним состоянием На выходе уже за короткий промежуток времени можно будет увидеть крепкое и здоровое тело Прежде всего мы знакомимся с человеком, выясняем цели и задачи, с которыми человек Лично ко мне обратился для решения каких-то своих вопросов Здоровье – очень важный момент Есть ли какие-то обременения по здоровью, есть ли какие-то ограничения При составлении плана питания, тренировочного процесса Если в принципе никаких обременений нет, тогда начинаем работать Если какие-то обременения есть, стараемся решить эти вопросы И потом уже подбираем индивидуально под каждого человека план питания, тренировочный процесс составляем Советы какие-то даем, что нужно сделать, чтобы быстрее прийти к поставленной задаче Тело станет суше, появится мышечный рельеф, на прессе заветные кубики Такие чудеса творит любой спорт Благодаря работе над собой в спортзале можно прокачать мышцы груди и рук, потянуть кожу, укрепить спину, мышечный корсет и пресс Улучшить осанку, создать то тело, которое хочется Если ответственный, то тогда результат будет через две недели даже может быть заветен То есть соблюдает все, старается, тренируется, запоминает, анализирует, ведет какой-то учет, делает замеры То есть непосредственно обратную связь какую-то дает, если он там работает онлайн, допустим, со мной Если очно тренируется, то, конечно, тут немножко легче, то ты видишь человека, по его состоянию уже можно оценить Начинаем с зарядки элементарной, по утра Должны воспитать в себе привычки определенные Привычку активничать, привычку правильно питаться, привычку пить во воду обязательно Многие люди очень часто путают чувство жажды с чувством голода Потом пьют там литр, хотя весят там за 100 кг Казалось бы, и все это в результате, поэтому набирается лишний вес, плюс неправильный образ жизни, плюс недостаток сна Постоянная работа мышц во время тренировок ускоряет метаболизм, что приводит к быстрому сжиганию калорий и улучшению пищеварения Также можно забыть о том, что такое целлюлит Похожий интересный вариант – стретчинг Это не только возможность сесть на продольный и поперечный шпагат, но также разработать суставы и увеличить амплитуду их движения Стретчинг – это комплекс упражнений, который направлен на повышение эластичности, пластичности, гибкости, связок, мышц и суставов Стретчинг позволит вам продлить молодость ваших суставов, он укрепит ваш мышечный корсет, позволит быть телу более эластичным, гибким, убрать отеки и стать более подвижным Также, как и во всех видах спорта, в стретчинге есть противопоказания – это суставные заболевания, артрозы, артриты Также, если есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбозы – это будут влияться противопоказания к занятиям стретчинга, но опять же по рекомендациям вашего лечащего врача Такие упражнения приносят много пользы и разрешены почти всем – полезны и мужчинам, и женщинам К слову, есть интересный факт – растяжка делает человека более пластичным и гибким, а это не может не отразиться на его походке Это более спокойный, размеренный вид тренировки, в отличие от интенсивного Комплекс методик направлен на развитие тела, дыхания, сознания, а также укрепление позвоночника, мышечного корсета, улучшение работы внутренних органов, развитие гибкости и координации Занятия проходят изначально также с суставной разминки, мы делаем гимнастику для позвоночника, мы делаем гимнастику для рук, шеи, спины, пояснички особо А также мы делаем хороший комплекс упражнений для ног, рук, позволяют улучшить гибкость, растяжку полностью всего тела В растяжке мы используем блоки для растяжки под подушечки, специальные валики мягкие, ролики Чтобы лучше дотянуть шпагаты, мы зачастую используем какие-либо возвышения, также могут быть степы, блоки или ролики Если вы живете в сидячем режиме, стретчинг – именно та нагрузка, с которой стоит начинать жить активнее Он не потребует больших затрат энергии Если хочется чего-то пожестче, есть новое направление Новейший метод физической трансформации в Бобруйске – Cycle Направление высокоинтенсивного фитнеса, при котором занятия проходят на стационарных велосипедах, спинбайках За один час занятия тратится от 500 до 1200 килокалорий Это маленькие группы людей, это очень важно для тех, кто боится большого скопления людей Это высокоинтенсивные тренировки, которые подходят не всем Поэтому у нас группы маленькие, если мы набираем к себе клиентов, это, как правило, база, которая ходит от одной тренировки до другой Если кто-то приходит новый, мы обычно начинаем тренировки сначала Грамотное распределение нагрузки влияет на выносливость, скорость и силу человека Мышцы не увеличиваются в объеме, они становятся плотными и укрепляются По сути, это мощная и энергичная кардиотренировка Приходят те, кто хочет похудеть, зарядиться энергией и поддерживать активный образ жизни Специальные байки не похожи на привычные велотренажеры Более легкие по конструкции, с двойными педалями и не требующие подключения к сети Преимущество запустим сайкла в том, что если у вас есть суставные проблемы, проблемы с сердечно-сосудистыми тренировками Допустим, у вас высокое артериальное давление Мы можем подобрать вам такой вид сопротивления на сайкле, чтобы вы могли от начала и до конца спокойно прости всю тренировку Привычное и всегда актуальное направление, которое работает на все группы мышц и при любом весе не несет вреда для здоровья Ведь масса тела уменьшается в 10 раз Акваэробика, к слову, 30 минут активного плавания сжигает 360 калорий и вовлекает в процесс 70% мышц Акваэробика не имеет никаких противопоказаний, кроме простудных заболеваний Так как в воде нет нагрузки ни на позвоночник, ни на суставы Акваэробика полезна детям от 10 лет, даже вот от 6 месяцев У нас есть и гантели, и мечи, и нудлсы, это такие длинные палки И перчатки, и бутсы, это утяжеление на ноги После активной тренировки рекомендуют массаж Часовая релаксация благотворно влияет на организм так же, как 7-8-часовой сон Стимулирует выработку эндорфинов, естественных болеутоляющих средств организма Расслабить мышцы и просто отдохнуть Да, есть курсы массажа, направлены на улучшение Лучшее вложение – это вложение в себя Люди приходят, делают массажи, гипертонусы убирают Гипотонусы убирают, приводят в тонус свой организм Тем самым делая себя лучше В направлении массажа куча Основные из них – это классика, миофасциальный Он такой более терапийный массаж Мы его используем в шкаеже А так, в основном, у нас салон спа, где комплекс услуг Мы здесь скрабы делаем, мы здесь делаем обертывания Массажи спины, тела И по желанию клиента, после этого, заканчивая массажем лица или оригинальными масками Международный опрос, проведенный среди граждан 29 стран, показал Самой спортивной нацией можно назвать голландцев Стоит стремиться к числу лидеров Ведь в стране созданы все условия для наших побед Пусть даже и для самого себя Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия А не только отсутствие болезней или физических факторов У белорусов все шансы достичь этого симбиоза Низкая самооценка у подростков считается плавающей нормой Потому что они замечают, что мир вокруг них меняется Их тело меняется, сознание меняется, отношение людей к ним меняется Поэтому сама по себе низкая самооценка – это еще не показатель ничего Важно, как к этому относится сам подросток Что он готов менять или не менять И кто ему мог бы в этом помочь То есть для того, чтобы помочь самооценкой Кроме спорта, это могут быть и сверстники, это могут быть родители Это могут быть другие какие-то авторитетные взрослые Которые рассмотрели в нем какую-то очень важную особенность Которая присуща только ему И начали ее развивать Подросток почувствовал себя успешным И дальше, в принципе, природа делает сама Развитие развивается уже естественным образом Тут очень многое зависит Сколько раз посещать Тут, давайте скажем, не то что зал Тут мы берем такой вопрос в контексте физическая нагрузка Не обязательно зал Это могут быть танцы Это может быть бассейн Это могут быть пешие прогулки Это могут быть какое-то время провождения где-то с друзьями Любой активный отдых Вот из этого контекста мы берем, строим стратегию По, допустим, по физической активности человека Любая физическая активность будет приводить человека в форму Она будет улучшать его состояние Как внешнее, так и внутреннее Поэтому чем больше активности, тем лучше В основном это на все группы мышц Начинаем руки, пресс, спина, ноги И заминка, когда мы расслабляемся в воде Вообще акваэробика это такой вид спорта Где теряется очень много калорий Плюс за счет того, что ты находишься в воде У тебя идет массаж всего тела То есть подтягивается тело, улучшается структура тела Полных 35 минут он включает в себя сайкл, сама тренировка И плюс мы добавляем какие-то, скажем так, какое-то оборудование Но у нас потом, допустим, будут тренировки 45 минут Это высокоинфективная кардиотренировка для продвинутого уровня И для новичков 35 минут То, что касается суставов, если у вас были травмы коленей и всего остального Это обязательно нужно предупредить инструктора Потому что у нас выстраивается сайкл под рост человека Под его, скажем так Если у тебя есть какие-то болезни То немножко по-другому ставится направление велосипеда Ну вообще, в принципе, все проблемы решаемы Если это группа для новичков Субтитры сделал DimaTorzok